День воскресный, день чудесный, а сегодня у нас будет по-настоящему жизненный и полезный сюжет. Значит, рассказываю, ребята, многие, кто проживает в маленьких городах по всей нашей стране, зачастую задумываются о том, что вот в Москве зарплаты повыше, уровень жизни выше, и хотят переехать, внимание, в поисках новой, более лучшей жизни. Имеют на это право? Имеют. И не только в Москву, а и в другие крупные города-миллионники. Но зачастую, когда ты начинаешь изучать эту авантюру, ты понимаешь, что приехать в Москву нужно снять квартиру. А квартиры здесь минимально. Однушка это 35 тысяч рублей примерно. Вот такой старт внутри Москвы. Соответственно, за однушку заплати, за дорогу на проезд заплати, за продукты заплати, того полтинничек сразу будет добра дать. А у некоторых таких денег нет вообще. Поэтому возникают альтернативные варианты, куда можно переехать. И вот сегодня я вам покажу, как вот я его назвал, жизнь в гробу. С чего можно стартануть. Изначально вся эта история, да, вот эта бизнес-идея у людей пошла с Японии. Никто ничего не придумал. Взяли, скопировали, воплотили, и дело пошло. Присаживайтесь поудобнее. Сегодня я вам проведу интересную экскурсию. На данный момент мы находимся практически, да, в центре Москвы, в районе станции метро Павелецкая. Вот такие виды здесь открываются. Представьте, что вы переезжаете со своими вещичками и куда-то нужно заезжать жить. И вот я вам сегодня покажу, куда. Мы уже находимся на территории бизнес-центра. Специально начали снимать здесь, потому что рядом проходит набережная, дорога открытая и очень сильный фоновый шум от автомобилей. Все, что вы видите, это здания, которые сдаются под коммерческую недвижимость. Значит, смотрите, вот наш объект, с которым мы сегодня будем работать. А вон тот молодой человек в желтой кофточке, это Айрат, владелец этого бизнеса, который нам сегодня все расскажет. Обратите внимание, я в бахилах, потому что приобрел себе новые кроссовки, запрещеночку. Соответственно, чтобы они не испортились, как пульт дома в полиэтилен заматывают. То же самое я теперь ношу их в бахилах. Ну что, пойдемте с ним познакомимся и сейчас детально вам все покажем и расскажем. То, что хранится внутри, то, что там происходит, блин, это будет неоднозначная реакция со стороны каждого из вас. Но я дам свой комментарий, пойдемте. Айрат, владелец бизнеса, реального бизнеса, не какое-то там инфо-цыганство. Ребята, значит, объясняю, написано дерево, хостел, здесь когда-то был другой хостел, закрылся и вы заехали. Мы сейчас находимся с черного входа, ты кратенько расскажешь, что внутри, потом мы через главный заходим и начинаем. Это капсульный отель, каливинг. Каливинг это значит место, где пространство, где люди живут, сосуществуют, вместе работают, отдыхают. У вас здесь можно жить, спать, ночевать, у вас здесь есть общая кухня, у вас здесь есть спортзал небольшой. Спортзал небольшой, зона каоркинга, большая кухня, комната отдыха, террасы. В общем, смотрите, здесь есть все и это как бы по низкой цене. Давайте, смотрите, сразу договоримся, потому что, как всегда, есть те, кто скажет, во всем одна реклама в заказной сюжет. Ты мне написал, я себе денег никаких не брал. У нас есть отдельный спонсор этого выпуска, с которым я вас с удовольствием познакомлю. На вас в качестве благодарности оставим ссылку. Но здесь интересно посмотреть просто саму суть, потому что сутки, самая минимальная цена, вот переночевать, вот прощай, прожить 23 часа сколько стоит? 650 рублей. 650 рублей, поэтому пойдем с главного входа, заводи, знакомься со своей рабочей бригадой и будем смотреть, как люди заезжают, чтобы Москву покорять. Погнали. Вот такая движуха у нас происходит, то есть мы находимся рядом с набережной, а вот здесь вход к вам в отель. Ну пойдемте, покажем, расскажем, что здесь происходит. Расскажи вообще, что за концепция, откуда эта идея? Слушай, изначально вдохновлялся двумя направлениями. Первое – это капсульные отели в Японии. Там тоже космически дорогая аренда, космически дорогие квартиры. Оттуда, в принципе, история с квартирами-студиями, они оттуда пошли. И у них есть капсульные отели, где менеджеры могут оставаться в Токио, живя за городом. И оставаться, переночевать и с утра опять на работу. У них такая концепция трудяк. Вторая мысль возникла, была такая история во время СССР, начало СССР. Они создавали дома коммунные, где люди жили. Вот они именно, у них были небольшие квартирки, одна из них есть на баррикадной. И люди жили в большом доме, у каждого своя маленькая ячейка. Далее они все вместе шли в столовую и далее все вместе шеренгой шли на работу. То есть вот эти два момента, они вдохновили меня, потому что Москва – это такой город. Здесь очень дорогая аренда, здесь, ну, человек, когда приезжает из региона, ему очень сложно, вот, вынь да положь, да, вот эти, там, 150 тысяч, там, или 120 тысяч. Это за хорошую квартиру уже, да. Ну, по 40 тысяч, первый и последний месяц риэлкор заплатили. А, да, 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 не забывайте. То есть, а в регионе 120 тысяч заплати, чтобы один месяц в Москве прожить, и, может быть, у тебя не получится. А сюда гости приезжают, и у них есть возможность, условно… Айрат, когда ты мне написал, а он мне написал, на самом деле, давно, первый раз. Ну, вот мы, наконец-то, встретились. Я вам честно скажу, когда я увидел вот этот капсульный отель, первое, что у меня возникло в голове. Ребята, это жизнь в гробу. Ты приходишь, платишь 650 рублей за свой маленький гробик, и еще этому дико счастлив. Поэтому, ну, я это говорю с юмором, у этого есть свои плюсы, есть свои минусы, обо всем этом мы поговорим. Ну, пойдем? Пойдем. То есть, смотри, здесь подходим, у нас вход, да? Да. Курилка, как обычно, курить плохо, ребята, не курите никогда. А здесь, собственно, вход. Пойдемте. Внимание, внимание, информация для всех тех, кто хочет уверенности и стабильности в будущем, хочет быть востребованным на рынке труда. Освойте профессию IT прямо сейчас. Уже давно известно, что в 21 веке информация – это новая нефть, а аналитики данных – это одна из самых востребованных специальностей в сфере IT. Вы посмотрите сами на цифры. Только по данным ХХРУ на март 2022 года 37 тысяч открытых вакансий по запросу аналитик. А средняя зарплата уже от 130-150 тысяч рублей в месяц, что впечатляет. Именно поэтому я вам предлагаю посетить бесплатный онлайн интенсив. Да-да, именно бесплатный. Примерьте на себя профессию будущего, настоящего аналитика данных от онлайн школы Skill Factory. Начать с нуля, работать в IT сфере – это реально. Уже более тысячи студентов этим занимаются и работают в крутых компаниях. Так почему бы и вам не начать заниматься тем же самым и начать зарабатывать новые денежки в новой профессии? И вот на этом бесплатном онлайн интенсиве вы узнаете, почему для каждого бизнеса нужен аналитик и с какими навыками вас точно возьмут на работу. Вам действительно будет интересно послушать, если вы хотите поменять сферу деятельности и освоить новую актуальную профессию. Быть независимым и самому выбирать с каким продуктом, в какой сфере, в какой компании вы хотите работать. А также этот бесплатный онлайн интенсив будет полезен всем тем, кто хочет расти в своей карьере. Я думаю, актуальность этих знаний, этой профессии вы и сами понимаете. В России грядет бум развития отечественных IT продуктов. Ну а на международном рынке это всегда было актуально. Тем более эта сфера и эта профессия не имеет привязки к определенному месту работы. Ты можешь работать из любой точки мира. Тут как никогда понадобятся толковые специалисты. Время уже идет, а тебе нужно прокачиваться и изучать новую профессию. Еще раз, ссылочка на бесплатный онлайн интенсив от школы Skill Factory ждет тебя в описании. Переходи и регистрируйся. А мы продолжаем. Значит, мы записываем все сегодня по-живому. Люди входят, выходят. Кто-то нам попадется в кадр и мы с кем-то пообщаемся. Поэтому имейте в виду, да и вообще смотрите, не теряйте ход мысли, потому что площадь 800 квадратов. Здесь все разбито по секциям. Поэтому интересно вообще в целом посмотреть. Мы заходим, первым делом нас встречает рецепшн. И прекрасная девушка Евгения. Женя, скажи, пожалуйста, вот на сегодняшний день реально сколько забито? Вот у вас, если не ошибаюсь, 140 или 150 мест всего? 150 мест, но в среднем, наверное, 90% загружилось. 90%, то есть примерно это 140 коек забито? В среднем, да. Здесь есть одна коечка, в которую лично я захочу залезть для того, чтобы вам по-живому показать. Ценник 650 рублей. Кому интересно, вот, вы можете посмотреть, что почем. Сам факт, что у вас получается платно это проживание раз. Стирка 100 рублей. И ящик дополнительный. Если ты хочешь, если у тебя много вещей, то да, чемодан и ячейка дополнительный. 500 рублей в месяц. И самое главное правило, о котором мы проговорили, дальше которого, да, вот этого рецепшена вы не пройдете, если вы хоть слегка под мухой. То бишь, все те, кто отмечают дни рождения корпоратива и я с другом встретился, ночуют в соседних хостелах. Потому что здесь первая концепция такая, что, ну, нельзя, чтобы ты там напился, вонял, лежал, а другим доставил дискомфорт. Смотрите, вот это рецепшен, раз, значит, что у нас дальше идет, комната, обуви. Каждый гость, приходя с улицы, разувается, да, то есть здесь получается у тебя уличная обувь и здесь тапки твои. Да, да. Значит, смотрите, я в бахилах, поэтому, чтобы вы видели, он тоже в бахилах, что здесь у нас все четко. Значит, проходим дальше, пойдем, веди нас вперед, а мы за тобой пойдем. Идем. Ты снимай все, а потом еще что сделаешь подсъемы. Значит, ребята, на левую сторону у нас выход, это черный выход, да, пожарная безопасность. Там как раз мы начинали снимать. Проходим дальше, вот здесь у нас начинается первое. Комната отдыха, на которой они делают акцент, что здесь вот неплохо собраться, посидеть. На самом деле сейчас на улице примерно плюс 7 градусов, окна закрыты. Жарко здесь, то есть приточка здесь есть, да, вентиляция какая-то? Да, да, вот она прям над входом. Ну, у них есть фотки там в инсте, где народ собирается, здесь различные настольные игры. Кайфуют, сидят, играют. Можно притащить приставочку, порубаться в PlayStation. То бишь, это вы в любом случае получаете. Вы поймите правильно, вас никто ни в коем случае не заставляет там заезжать, жить. Ну, сам факт показывает, как люди приезжают и Москву завоевывают. Ты говоришь, что у вас здесь средний возраст. 25-35 лет. Одиночки, да, там парень, девушка приезжают и... Для многих это место, где можно завести себе друзей, девушку. То есть для нас, у нас вообще довольно-таки много девушек здесь проживает. То есть для меня лакмусовая бумажка такая. То есть если девушке здесь жить комфортно, если она чувствует себя в безопасности, если она, ну вот, не напрягается, расслаблена, значит, в любом другом госте здесь будет комфортно. А сколько конкретно, вот именно эта точка уже работает? Практически год. Год. Вот именно этот объект. Я вам честно скажу, мы прошлись, заходили в туалеты, заходили уже в комнаты, где живут люди. Врать не буду, вони какой-то нету. Вот местами, где много людей спит, чувствуется такой взбитый воздух, что нужно помещение проветрить. По остальному, в принципе, все чистенько. Ну, смотрите, сами делайте выводы. Прикол еще, знаете, в чем заключается, ребята, что вот это помещение 800 квадратов. Да. И за аренду только одного помещения ты платишь... Ну, 750 тысяч. 750 тысяч рублей. Это только за аренду, а еще зарплата, а еще повседневные расходы. Коммуналка. Вот это спортзал. Ну, в любом случае, это лучше, чем ни хрена. Как он объясняет, это комната из серии для зарядки. Зарядку дать сделать. Утром ты пришел, прыгнул на турничок. У тебя здесь коврики для пилатеса, для того, чтобы ты мог потянуть ножки. Соответственно, качнуть пресс. И вот это меня прикольнуло больше всего. Смотрите, комната переговоров. Я спрашиваю, а что вы сделали-то вообще в помещении, где спортзал? Изначально, я так подозреваю, вот отсюда должен был быть вход, потому что там у них зона коворкинга. Ну, вот так вот. То есть ты можешь прийти, закрыть окошко до конца, и здесь будет потише, ты можешь посидеть там с кем-то ля-ля-ля по телефону. Вот это что за подписи стоят? Администратор проверяет, чтобы все было в порядке, чтобы не было, ну, мусора лишнего, еще чего. Ну и постоянно какая-то уборка, наверное, происходит, чтобы это все было чистенько. Значит, смотрите, туалет-туалет общий, куда можно зайти, там, помыть руки. Здесь прачечная. Здесь прачечная. Тоже интересное место. То есть ты приходишь, платишь 100 рублей, у тебя есть возможность постираться, две машинки стиральные, и вот здесь ты развешиваешь свои вещи. Первый вопрос, который я задал, а как вообще люди определяют, что, представляешь, как вот правильно Айрат говорит, носки у всех черные. То есть можно положить и случайным образом уйти в своих носках, но кто-то это преподнесет так, что кража, была совершена кража. Говорит, что нету, да, таких? Ну, оно может быть, но то есть это, нет конфликтов в этом. То есть в целом вообще контингент, который попадается, не такие, что воры. Были такие ситуации, что-то исчез? Слушай, ну, было всякое, ну, естественно, было, но в целом, ну, что тут воровать? Ты, короче, знаешь, ты пока подумай, пока мы экскурсию проводим, повспоминай вот эти моменты, потому что, ну, все равно людям будет интересно послушать какие-то такие... Ситуации были и очень жесткие. Вот, вот, это на затравочку, пойдемте дальше. Зона коворкинга, то есть, смотри, как сделано, это специально вообще задуманное, лофт. Да, то есть все такое брутальное, бетонное, кирпичное, гаражное. Больше всего ты это нравишься, знаешь, когда вроде бы как будто ремонт идет, и типа, блин, должны были обшивать что-нибудь красивое. Лофт. Да. Лофт, это всегда хорошо. Хорошо. Здрасте всем. Заходим в зону коворкинга, и здесь, соответственно, люди работают, занимаются своими делами. То есть, это не подставные актеры, это те, кто... Ну, это ваши гости, правильно, которые у вас здесь проживают. Ребят, скажите, пожалуйста, можно два слова? Как вообще комфортно вот здесь находиться, проживать? Вот ваше мнение. Да, вообще шикарно. Мне кажется, здесь очень много контактов можно получить, пообщаться с новыми ребятами. Сюда заезжают очень разные ребята. Вам сколько лет? У меня 38. А вы из какого города, вообще, сами по себе? Я из Якутска. Из Якутска. А приехали давно в Москву? Я четыре года здесь живу, просто долгое время жил в квартире. Сейчас собирался приехать в Геленджик, но сейчас пока здесь нахожусь, мне нравится все очень. То есть, все как сделать, капсульный тип, рабочая зона, кухня устраивает? А я специально заезжал в капсульный, потому что есть разные хостелы, ты заезжаешь, а там ты как будто в какой-то Советский Союз попадаешь, как будто ты на нары какие-то попадаешь. Капсульная система, она клевая, потому что она полностью изолирована, в ней удобно, поэтому мне капсульная нравится. Я был и в прошлом году в Крыму, там тоже есть капсульная. Короче, видите, вот вы скажете, что о капсульная, кто-то же по-любому напишет, вот человек, пожалуйста, рассказывает, скидку, скидку, все, скидку сделано. Девушка, можно у вас два слова? Да. Вот, пожалуйста, как вас зовут? Зовут Анастасия. Настя, вот скажи, пожалуйста, ты давно в этом капсульном отеле сама по себе живешь? С января. С января. Что тебя сюда привело? Ты до этого снимала квартиру, комнату снимала или как? Да, я снимала комнату в квартире и поняла, что надо искать более общительное место, где можно собраться с другими людьми. И меня привлекло то, что здесь интерьер прям интересный, однако. Лофт? Да, во-первых, это лофт, а с другой стороны и общество. Настя, а ты из какого города? Москвы. А, то есть ты вообще с рома себе москвичка? Да. А почему ты не живешь там в квартире с родителями, не знаю? Так получилось, что у меня есть своя площадь, но я ее сдаю, поэтому... Рантье московское. Да. Вот, ребята, видите, в москвиче сдают квартирку, а сами, то есть ты проживаешь здесь по кафешечкам, наверное, еще ходишь? Ну, бывает, ничего нет. Вот так вот. Скажи, пожалуйста, вот имея квартиру свою в Москве, кто-то скажет, да что за бред, почему ты не живешь в своей квартире, так же там работал? Вот ты работаешь? Транспортному кольцу. Это прям очень удобно и... Короче, ты всем довольна? Да. А ты знаешь, кто вот этот парень, который в желтой кофточке ходит? Нет. Это, короче, вот ваш директор, который вам это все понастроил, это собственник вот этого отеля, он нам сегодня проводит экскурсию. Ты скажи, пожалуйста, вот, условно, как будто я тебе этого не говорил, здесь какие минусы вот ты можешь отметить, что тебе не нравится? Вот он слушает, стоит, и ты можешь сейчас сказать, типа, Айрат, блин, было бы круто исправить то-то, то-то, то-то. Вот ты пожив здесь с января, что заметила? Минутку. Время пошло. Ребята, пока она думает, вот, пожалуйста, смотрите, живой человек, мы снимаем по-живому изначально, я специально взял с собой GoPro, чтобы можно было походить, попоказывать. Мне кажется, это будет интересно. Я когда, он мне когда написал, я изначально обозначил этот отель как жизнь в гробу, потому что я сначала увидел, думаю, чего капсулы, а на фотографиях они еще меньше кажутся, то есть такое ощущение, как, знаешь, ты приходишь, даже 650 рублей, залазишь в гробик, вот так вот ручки складываешь, и еще дико доволен. Еще на утро спасибо, говоришь, что тебе удалась такая возможность переночевать. Изначально я даже подумал, что люди спят не головой туда в конец, а, да, головой туда в конец, и ноги вот, лежат, то есть, знаешь, как бы, может бирку повесить, типа, Машков, там, Иванов, ну, я как бы с юмором, да, черный юмор, но все равно он стоит смеется, блин. Вот так вот. Ну, подумала? Да. Че, говори, какие минусы? Два момента. Давай. Так, смотри на него, смотрите. Первое, что мне не очень нравится, это в холодильнике переставляет мой блог. То есть, я привыкла, что загляну в холодильник, это самое такое, что, чему я готовлюсь с утра, что перекусить, позавтракать, то, что будет на месте. Но по факту иногда, иногда оказывается, что не так. Раз. А второй момент я забыла. Вот вспомнит, напишет в комментариях, вот так вот, ну, это, видите, уже, скажем так, бытовая жизнь, народу много, 150 человек, максимальная загрузка, поэтому с какими-то минусами мириться можно. Но в целом, чисто, аккуратно, воней какой-то, чтобы кто-то приставал, обижал, как-то вообще там дискриминация какая-то чувствовалась. Нету, нету, вообще такого нет и не было в жизни, и я прям довольна тем, что, ну, я чувствую себя, то есть, обо мне заботиться, это реально очень хорошо. Ну, круто. Короче, мы двигаемся дальше. Дальше, современная жизнь, вот она такая, комната коворкинга, да, простыми словами, офисное помещение для работы. Врать не буду, я успел подсмотреть в компьютер к Насте и к Ивану, они сидят вконтактике, а она сидит в телеграме, переписываются, чатятся, ребята, вот она работа. Все, вам спасибо большое, мы пошли дальше. Что нас дальше ожидает? Товарищ Дэдпул. Есть. Дальше мы идем на кухню. Вендинговый аппарат не работает, почему? Он на кухне работает. Здесь второй, но он готовится к запуску. Ребята, там было одно помещение с Тафонли, оно предназначено для хранения. Ну, ваше, короче, это уже рабочее помещение, мы вам его не покажем. Здесь женский санузел, можно открыть его просто, чтобы вы видели, как сделано. Чистенько, аккуратно, соответственно, двигаемся дальше. Серьезно говорю, может сложиться ощущение, что в хостелах и подобных отелях может какой-то запах неприятный стать. Это, по крайней мере, я так всегда представлял себе. В данном случае все реально чисто, аккуратно. Идем вот такими траншеями. Замечу, что окон нету, вытяжка над нами идет. Здесь изначально помещение под что предназначалось? Изначально вся инфраструктура делалась под гостиницу. А, то есть, давай же как раз был какой-то хостел, правильно? Да, и они очень сильно вложились в инженерию. И тут очень хорошая система вентиляции. Слушай, вопрос такой. Вот вы когда заходили, смотрели в подобных помещениях, в силу того, что постоянно какая-то текучка, я ни в коем случае, не в обиду людям, ни в коем случае, но бывает так, что некоторые клопы находят, каких-то жуков, тараканов, еще что-то. Вы с этим сталкиваетесь вообще? Ну, у нас были такие истории, два раза за всю историю. И всегда это было в кроватных номерах. У нас были, например, 9 номеров капсульных и один кроватный. Почему-то всегда в кроватные номера. Во-первых, они любят дерево, то есть, именно в дереве. Ну да, они живут там под досками. Да, и во-вторых, кроватные номера всегда ниже цена, и контингент, к сожалению. Ну что, получается, человек попадается такой, который пришел, а с ним где-то на нем клоп шли живет? Да, да. Ну, то есть, это либо переезжать из других хостелов, понятия не имеем, откуда это взялось. Да, да. То есть, это можно даже в поезде, то есть, раз один запрыгнул и... Ну, таракана, короче, принес, купил продукты в магазине, серьезно, вот там какую-нибудь связку, там апельсин. Если там таракан был, он приехал, а если он беременный с яйцом, он яйцо скинул, а он же как будет делать? Он найдет место, где есть сырость, тепло, водичка. Он яичко положит, оттуда 20-25 товарищей вылезет, и все, начало положено. Есть простое средство борьбы с этим, раз в месяц делается контрольная протравка. Ну что, готов? Да. Значит, с первого начинается, первая комната с одного по 24 капсулы. Ну, давайте по-живому попробуем показать. Ты, если что, накручивай, как есть, вот так вот, да? А на момент съемки, будний день, четверг, время, практически, ну, 11 часов дня. Кто-то пришел с ночной сменой, то есть, вы видите, вот, куртки висят, люди сейчас, ну, тишина идет. Тот, может быть, спит, тот отдыхает, да, можно, да, включить? Да, да. То есть, мы никому не помешаем, в силу того, что здесь, видите, у всех все пространство свое может быть закрыто. Ну, принцип такой, то есть, ты пришел, повесил свою одежду, там, ты уже в тапочках, потому что переобуваешься ты в самом начале, и дальше вот так это выглядит. Вот такого рода капсулы. Всем, кому интересно, как она выглядит внутри, чуть позже я вам покажу, потому что в одну из таких лично залезу, лягу, так сказать, сделаем тест-драйв. У каждого шкафчик свой. Ну, запах присутствует такой, знаете, как сказать, после сна, когда вот народу много наспало. Углекислый газ. Да, вот углекислый газ. То есть, вони нету, это слава богу. Вот самое главное. Ребята, если кто-то меня слышит, и жильцов, ни в коем случае никого бить не хочу. Окна есть, открываешь, проветриваешь, ну, вот так вот. Идем с вами дальше, и начинается приятный запах, потому что дальше нас встречает кухня, а здесь у нас кто прячется? Здесь хранение постельного белья. Проходим дальше, вот, смотрите, в первую очередь ящики. 500 рублей? 500 рублей месяц. Месяц. Это для того, чтобы у кого там свои какие-то пожиточки есть. 15 рублей в день. А сколько он объемом примерно? 200 литров. То есть, он глубиной метр, высота 70, ширина 40. Какие проблемы бывают? Вот ты рассказывал, что люди, бывает, некоторые переезжают из квартиры, у кого свой шкаф, телевизор. То есть, они к вам не подходят? Наверное, то, чем мы не можем обеспечить гостям, то есть, тем, что у кого-то свой холодильник, свое любимое кресло, там, еще что-то. Но мы не сможем принять столько вещей от 100 гостей, условно. Вот, и понятно, что к нам приезжают гости, которые формат, ну, то есть, это люди, которые готовы к этому формату. То есть, если ты со своими, если у тебя газель вещей, то понятно, что мы к себе. Короче, ребята, вот именно, как мы сегодня говорили, покорители Москвы, завоеватели, покорители, как правильно ударение поставить. Когда ты приехал, когда у тебя есть в кармане двадцатка, чистая совесть и желание стремиться зарабатывать, ну, и какой-то портфельчик с чистыми вещами, все. Вот у меня друг есть, реально так и заезжал в Москву. Он переехал, в хостеле начал жить потихоньку, потом комнату снимал. И комнату, кстати, внимание, снимал длительное время по 17 тысяч рублей, это вот за все, в центре Москвы, на, в общем, там, где счетная палата. Комната была старенькая, но, тем не менее, было шикарно, он постоянно работал. Смотрите, запах просто шикарный стоит. Люди готовят, а когда ты сам приготовил, это еще вкуснее. Таким образом, вот у нас кухня происходит, а здесь у нас также дополнительно еще опасной выход, как бы пожарный, это здесь очень важно, потому что, если вдруг что, Айратик знает, да, что за пожарную безопасность спрос втройне. Вот такая кухня тоже в лофт-стиле сделана, все уютно, это все, что на фоне нас, люди, это как раз жители, гости, проживающие. Девушка сидит улыбается, Екатерина, давайте с ней в первую очередь и пообщаемся, потому что я вижу, я вижу, она хочет ответить нам на ряд вопросов. Кать, скажи, пожалуйста, вижу, что ты проснулась, пьешь кофеек, как давно ты здесь живешь? На первый раз я приехала в хостел две недели назад, но сейчас переехала второй. Ну как тебе здесь в целом? То есть я не постоянно, мне очень понравилось, я приехала сюда по рекомендации от знакомого, вот, сказал, что лучший хостел в Москве, и я решила сначала сюда съездить, посмотреть, мне действительно понравилось. А ты из какого города сама? Татарстан. Татарстан, ну тебе вот в целом вообще вся атмосфера, архитектура, все как здесь делано нравится? Ну вообще круто, да, я всем видео, фото отправляю, самое главное, потому что мне нравится система вентиляции. То есть находясь вот в таком запахнутом пространстве и большое количество людей, при этом не чувствуется вот недостатка воздуха, действительно, то есть очень, очень комфортно. Вот хороший ответ, потому что на самом деле вот этот вопрос меня действительно очень волновал, но вот когда ты, например, ложишься спать вот в капсульную систему, вот именно в момент сна, когда ты закрываешься вот этой шторкой, ты дышишь, 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 потом не получается так, что ты уже начинаешь дышать с отдышкой, потому что кислорода не хватает. Там тоже вот эта система вентиляции есть, я не знаю, как она настроена, каким образом подключена, но в капсуле очень комфортно, то есть действительно высыпаешься и здорово. То есть ты пожаловаться не можешь? Я не то, что пожаловаться не могу, то есть я прямо первое мое впечатление было вау, я вот ходила, там всем говорила, капсуру, отзыв оставила на чем-то там. На каком-то там ресурсе? Ну на ресурсе, да, то есть я ребят спросила, где оставить, вот они мне там отключили, вот я написала. Слушай, спасибо тебе большое. То, чего не хватает, вот скажем так, здесь народу много, люди очень интересные собираются, вот, не хватает, скажем так, для общей расстройки. Информация, коммуникация. Вы собственник? Да. Вот, да. Он директор. Приятно познакомиться. Было бы здорово, например, дождьку такую информационную, да, где человек, например, пишет о себе, да, чем он может быть полезен. Кто-то, например, любит готовить, да, может быть полезен этим. Кто-то любит там что-то другое делать, кто-то может чем-то там стричь. А куда ее лучше повесить? Ну, чтобы вот, чтобы все... Те же самые, вот, мероприятия, например, можно проводить вечером, да, то есть вот в расписании, например, составить, то есть люди между собой. Кто-то на столке может поиграть, кто-то там йогой позаниматься. Сделаем. И если вот это вот будет общая какая-то информация, да, зашли, посмотрели, ага, что-то сегодня такое будет или завтра будет. И собираются между собой уже куда-то... У нас 6 телеграм-каналов, куда можно тоже... Вот, 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 да, я как раз сказал добавить, что вам надо просто в телеграм-канал всем подписаться и между собой там уже напрямую общаться. Вам в любом случае спасибо, мы потихонечку будем двигаться дальше. Ребята, вот это помещение, ну, однозначно не для интровертов, поэтому те, кто закрытые, там, с какими-то со своими, как это правильно сказать, в общем, как это, подожди, комплексами, вот, слово хорошее, комплексами, наверное, скорее всего, вам не сюда. Да, смотри, вот покушал человек, каждый убирает сам за собой. Вот по этой стороне что это такое, расскажи, пожалуйста. Здесь у нас каждый гость может хранить свою, ну, не порчащуюся либо посуду, либо продукты, сухие продукты. Если ты зашел, то есть у тебя, например, 13 капсула, да, значит, вот твой 13 номер. А здесь у тебя вещи, ну, продукты, которые не испортятся, а в холодильнике, соответственно... То, что может испортиться. Ага, слушай, а что будет, если, например, кто-то начнет готовить какое-то такое неприятное блюдо, например, там, селедку начнет жарить? Слушай, ну, мы как раз, система вытяжек у нас работает, она, помимо этого, усилена еще. Если мы на потолок посмотрим, здесь просто все это система вентиляции, и, ну, то есть, справляется. Понятно, что запах он пройдет, но мы немножко проветрим, наверное, всякое может быть. Так, давайте попробуем еще кому-нибудь писать, девушка, можно у вас два слова спросить? А как вас зовут? Татьяна. Татьяна, расскажите, пожалуйста, вот вам вообще каково здесь проживать? Нравится, не нравится? Как давно здесь живете? С февраля, середины февраля мне нравится. До этого жила в другом постеле неподалеку. В каком? СВ. А, ага. Ну, вы из какого города вообще переехали? Волгоград. Из Волгограда. Приехали в Москву за поиском новой жизни, новой работы или какая цель была? Ну, в общем, да, рабочая цель была. Вот, и на сегодняшний день в какую сумму проживание вам обходится здесь в месяц? Так, я оплачивала 12, но сейчас повысилось немного 13 тысяч, но это очень хорошая цена, да. И вас все устраивает. Нет нареканий вот к жильцам, что, например, вот вы, например, сейчас покушали, да, вы за собой все убрали, помыли, что вы приходите, раз, там, берете ножик, а он грязный, или тарелку плохо помыл. Такое встречается? Ну, говорите, как есть, для того, чтобы было понимание. Вот, ваш директор, чтобы он тут это, порядок помыли. Бывает, бывает, да. Ну, в целом, больше плюсов, минусов, если минусы, то какие вы отметите минусы? Ну, не знаю, мне в основном как-то плюсы держатся в голове. Ну, плюсы, что вы отнесете? Мне нравится дизайн, мне нравится атмосфера, люди и удобство, комфорт. То есть, сам номер женский, вот вы проходили его. Вы в женском даже? Да, мне очень удобно. А вы вот с жильцами, с другими уже с кем-то познакомились, подружились, общаете? Да. То есть, вот он рассказывает, что вы вечером, там, у вас комната есть отдых, якобы, там все собираетесь, бывает, садитесь, вы игры играете в настольные. Это правда? Я не играла. Ну, народ собирается? Да. Такое, чтобы здесь какая-то была драка, встречалась, как в Доме-2, знаете, на кухне, там, чашка полетела, еще что-то. Нет, такого нет. А не хватает вам такого, чтобы, вот как вы знаете, такой странный, может быть, вопрос покажется, алкогольчика, чтобы все-таки можно было чашечку вина выпить? Нет, я наоборот рада, что здесь нет таких запахов, такого контингента людей. На самом деле, все правильно делать, потому что алкоголь – это источник зла. Хотите, покупаете свою квартирку и дома на кухне под креветочки сидите отдыхаете. А когда вы находитесь в месте общего, да, проживания, хрен, чай, кофе и хорош. Вам спасибо большое, удачи вам в развитии и завоевании Москвы. А мы с вами двигаемся дальше. На самом деле, атмосфера напоминает какой-то, действительно, какой-то, знаешь, лагерь, так все радужно, все такие довольные, все классные. Знаешь, что меня удивляет, на самом деле, в Москву приехали, покорят, многие такие, знаешь, сонные, еще время, время 11 часов дня, четверг. Выспался. Ну, неплохо, ребята, вполне возможно, кто-то с ночной смены пришел, потому что, сами знаете, в Москве куча баров, ресторанов и прочего, где можно подрабатывать и, в принципе, неплохие деньги зарабатывают. Мы с вами заходим в санузел, душевая, раковина, туалет, чистенько, пожалуйста, пришел, умылся, пошел. Опять же, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Дальше у нас та же самая история, и повсюду нас могут встречать, да, вы на кадрах можете видеть, вот такие номера, 25-50, это означает, что там 50 вот этих спальных мест, капсул, назовем их так. 25-го по 50-го, да. Вот это первое, что встречает, вот эти ящики, это тоже дополнительные ячейки для хранения вещей. Они тоже, правильно, платные? Нет, они бесплатные. А, вот эти бесплатные. Все, что в комнатах, бесплатно. Видали как? То есть, соответственно, у тебя в любом случае уже в деньги входит ящик, но если тебе не хватает, то ты уже можешь взять его дополнительно в аренду. Так, ну что, пойдемте дальше. Здесь у нас второй этаж начинается, на котором также будет выход на террасу, что, собственно, тоже прикольно, но у нее есть свои плюсы, свои минусы, я вам их покажу вживую. Рассказывай по расходам. Смотри, 800 тысяч будет добр, а, 750 тысяч будет добр отдать аренду. Раз. У тебя 5 сотрудников. Да, коммуналка. Сколько? Ну, вот в среднем один гость потребляет от 1000 до полутора, ну, воды, электричества. Ну, то есть, 140 гостей, это 200-200 с копейками. Тысяч еще. У тебя 5 сотрудников, которые в общей сложности, вот нам администратор сказал, 350 тысяч. Около 300 тысяч в месяц. Дальше. Далее, прачки, комиссии площадок, налоги обязательно. Дальше закупки, мы покупаем там чай, сахар и туалетную бумагу и так далее. А, то есть, это чай еще и в подарок, условно, в цене. Да, да. Чай, сахар, да. То есть, минимум такой комплект с голоду не умрешь. Короче, мы посчитали, что вот конкретно эта точка у тебя примерно обходится на расходы полтора миллиона рублей. Ну, плюс-минус, да. При условии того, что у него загруженность там условно там 140 человек, да мы берем вот 90%. 140 это хорошо, 130 вот реально. Короче, в реале получается так, что он может заработать с этой точки там, ну, примерно там миллион семьсот пятьдесят, из которых полтора ха сразу уходит, короче, всем и себе оставляешь немножечко 50 тысяч. Но при этом ты это все делаешь, ты берешь в аренду, ты находишь клиентов, ты, короче, за все отвечаешь за 250. Ну, знаешь, звучит неплохо, но когда ты думаешь, блин, вообще несправедливо, да? Офигеть, какие суммы, блин. А у тебя три точки, ребята, у него три точки. Они все с партнерами, то есть я основной акционер. А, то есть еще и делить надо с кем-то. Да, да. Офигеть, блин. Ну, ты доволен? Не жалуешься? Слушай, ну, да, это интересно, это точно интересно. Ну, в любом случае с трех точек, вот скажи так по секрету, негромко, сколько реально, ну, последние месяцы сколько получалось? Слушай, ну, от 300 до 500, ну, плюс-минус можно. За последний год, вот с 12 месяцев, прям вот большая сумма, так, рекорд за месяц сколько было? Рекорд? Чистыми, у меня карман? Да, чистыми твое, да, с трех точек. Ну, 600 бывало. 600 тысяч, вот так. Не последний год, ну, то есть в хорошие времена 600 было? Малко, что прям плохо. Слушай, ну, в пандемию отдавал, продал квартиру, держал, ну, то есть мы продали квартиру в Москве. Красава. Гасили, долги, ну, то есть мы просто выживали, мы никого не сократили. То есть идеи. Да. Пойдемте дальше. Вот так вот, ребята, видите, как бывает, да? Бизнес, он такой, сегодня плюс 600, а завтра минус квартиру в Москве. Значит, смотрите, мы здесь тоже все живо, да, и стройка идет небольшая, то есть мы как живой организм растем, развиваемся. Вот здесь у вас в планах сделать какую-то зону а-ля отдыха, фотографии, да? Да, зона отдыха, такая фото-зона, как знаешь, вот фотосессии любят же, с елочкой там делать, девочка, камин такой вот. Вот здесь будет такая прям уютная с креслицами зона, там, с камином, с электрическим. Здесь у вас будет вторая терраса, у вас изначально к вашему помещению относятся две террасы, она уже плюс-минус там очищена, а вот эта вот у нас получается с хламом, это строительный мусор, ну, как остатки от мусора, утеплитель, вот такая терраса. У нее площадь прям 30, да? Побольше, побольше будет, где-то 60, наверное. 60 даже, ничего себе. Ну, прикольно, знаете, ты выходишь сюда, на террасу, особенно сейчас летом, когда вот это дерево будет зеленое, здесь поменьше шума, нежели чем на той стороне, но от дороги она вот здесь прям рукой подать, ее слышно. При этом, несмотря на то, что мы вроде бы как в районе метро Павелецкое, но до метро здесь далековато. Далековато. У нас рядом есть остановка, да, на которую можно доехать. На автобусе 5 минут, либо Павелецкое, либо Тульское, либо Пролетарское. Но при этом пешком минут 20-25, да. Вот смотри, Виталя, пойдем, фиксируй. Значит, у нас разговор идет, алкоголь злой, пить здесь нельзя, какого хрена, это кто тут сделал? Ну, как раз-таки эти сотрудники здесь больше не работают, это строители. А, это строители, да, было? Расскажи, пожалуйста, вот ты говоришь, бывали ситуации вообще прям жесткие, вот. Ты с 2016 года подобным бизнесом занимаешься. Вот одну, две, там, ну, три истории, прям, которые у тебя сейчас в голове всплывают, прям, действительно, вот жестких усилий, что вообще жесть. Давай одну расскажу, что вообще жесть. Ну, я пришел сюда из риэлторства, в 16-м году как раз перешел из недвижимости сюда. Сначала была небольшая точка, то есть, я просто увидел, что это работает, и дальше мы уже развивались. Самая жесткая ситуация, звонок в 5 утра, и в капсуле труп. Чего? Труп умер? Человек умер, да. А умер, ну, в дальнейшем выяснилось, из-за чего? Просто сердце остановилось. Ну, молодой парень был или взрослый? Слушай, молодой, лет 30. Ну, приехал, ну, первая реакция, все, я уеду в тюрьму. Ну, то есть, фире, ну, смотри, это получается печально, но это несчастный случай, то бишь, как бы он. А такого, что, например, вы там пришли, у вас какая-то там драка началась, кто-то пришел все-таки пьяный, начал там орать, кидаться на людей, такое как? У нас многие правила, они написаны как раз-таки на нашем опыте, вот опять-таки, 16-го года. В 16-м году у нас можно было немножко выпить, а немножко, нет такого понятия, немножко. Тормозов нет у некоторых. Да, и, ну, то есть, и были истории с тем, что драка началась, как раз Новый год, я говорю, ладно, бутылку шампанского можно, вот, и как раз с бутылки шампанского началось, каждый по бутылке, кто-то у кого-то мобильник взял, в кого-то кинул, разбил, полиция, драка, там, ну. Короче, да, в таких местах алкоголь и прочее, это вообще однозначно быть этого не должно. Кражи. Кражи, ну, во-первых, что здесь воровать, вряд ли люди... Личные вещи, деньги там нашел в кармане у кого-то, у них же нету там сейфов, я не знаю, там, хранилищ в банке, как правило, какую-то там пятихаточку, пятерочку. Слушай, ну, да, ну, примерно раз в год, наверное, на одном, вот в одном отеле раз в год мы вызываем там полицию, да, что-то там... Короче, раз в год чириса, чириса обнаруживается. Да, да, да. Ну, носочки выкрасит, это же такое дело. Еще одна комната, номер 9, значит, пойдемте. Все капсулы, вот все капсулы, которые вы видите, они все по размеру одинаковые. Плюс-минус. Местами даже чуть меньше вход, да, или чуть больше. Чуть меньше даже, может быть. Вот, чуть меньше, но в целом вот такого размера. То есть я прихожу за 650 рублей, получаю, вот оно, мое спальное место. Да. 136, у меня небольшой ящик, два ящика, раз и два. Ну, то есть там что-то можно убрать. Вот такая общая лестница. Белье под меня чистое? Да, обязательно. Шкафчик тоже. Шкафчик, как бы, 136 у меня, где он? Он, скорее всего, где-то... Вот, где-то там, короче. То есть, ну, не полезем, в общем, ребята, хотели показать вам, как внутри шкафчик выглядит. Ну, что, я пошел. Оп, оп, так, так, опа. Значит, смотрите, вот оно, пространство, которое меня здесь встречает. Подушки. Ну, так, знаете, на самом деле, запаха противного абсолютно нет, по-честному говорю. То есть, как бы, ну, видно, что белье чистое, постиратое. Вот оно, вытяжка дополнительная идет, про которую все говорят. Здесь клавиши, да, включаются. Таблеточки лежат. У кого-то, наверное, болела голова все-таки. А, это принудительно можно включить ее. Но шум есть. Ну, типа, а-ля, включил, потом повернулся. Помылся, да, пришел и ложишься. Ну, что, ложусь. Слушай, на самом деле, как бы, очень круто, что вот эта часть большая. И поэтому нет такой боязни, знаешь, такой, что ты, как бы, в замкнутом пространстве находишься. Прилег, телефончик в руку и погнал. Ютюбчик заснул. Утром проснулся на работу. Я ростом метр восемьдесят шесть, если не ошибаюсь. А то мне батя все время говорит, что я ниже, на самом деле, чем я людям заявляю. Головой не задевает. В принципе, да, нормально. То есть ты сел. Я изначально, честно говорю, когда ты прислал, я смотрел фотки, я думал, прям реально гроб. Реально гроб, думал, прям совсем мало места. Думал, как там даже не развернуться. Конечно, здесь ты не развалишься. То есть, как бы, там, ноги крестом не раскинешь. Ну, тем не менее, переночевать ок. Ты знаешь, гости, когда уезжают от нас, они долго живут, потом в квартиру переезжают, потом дают отзыв. Я говорю, ночью ищу стенки, не могу их найти. Мне, говорит, это напрягает. То есть, гостям комфортно, что они как в своей такой норке находятся, в своем пространстве закрытом. Я честно скажу, если бы я, например, снимал бы себе под ночлег, то я бы, конечно, наложился головой сюда. Так тоже нет, придется. Потому что здесь, да, большое пространство, вы посмотрите, да, здесь потолки высокие. То есть, как бы, приоткрыл вот так слегка, например, лежишь, вроде тебе и солнышко не попадает, но и в тот же самый момент носом сюда. Короче, вот, Виталий, снимай, показывай. По-живому вот лежишь и дышишь, чтобы нос и рот был как бы на связи, и можно было дышать. При том, что еще здесь окна, вон там, они открыты, и, соответственно, у людей здесь все проветривается. Да, вот, кстати, поначалу, знаешь, ночью можно там по привычке подумать, что вроде как здесь под тобой, да не, я думаю то, что я сейчас, короче, туда вон катапультируюсь. Не очень, конечно, удобно, но, тем не менее, как есть. То есть, раз, все, спустился, пожалуйста, отправляешься на работу. Вот, короче, вот для молодежи, на самом деле, те, кто вот там 22, там 23 года, кто вот именно едет покорять Москву, а что нету-то? Ну, не хочешь поймите правильно, мы там тебя условно не рекламируем, нам вообще фиолетово. Вот, поедете вы сюда жить, не поедете, у тебя и так народу хватает, вон люди сами друг другу рекламируют, там рассказывают, передают. Ну, сам факт того, что вот вам необычные условия Москвы. Потому что, например, вот в провинциальных городках, вот, например, в Кашире, да, жил долгое время, там родители у меня живут, там такого не встретишь. И невозможно тогда. Да, и такое там невозможно, потому что, ну, это будет для людей дико как-то странно, какие-то ящики, ты чего. То есть, максимум какой-то там мимо проезжающий залетит туда, а здесь, вон, народу вот так. Пойдемте с вами дальше, рассказывай. У нас коридоры, коридоры, коридоры бесконечные. Вот здесь? Женская комната, да. То есть, исключительно только девушки живут, но при этом я спрашиваю, ну, а неужели все девушки не хотят жить только с девушками? Нет, да, некоторым, как бы, наоборот, нравится так, что парни рядом. Здесь место, видишь, Москва, это город во многом одиночек. То есть, здесь сложно найти друг друга, то есть, он такой потокный город, а это место такое, где люди могут находить друг друга. Вот девушка, да, сейчас москвичка, я сам... Сам офигел, да? Да, я сам удивился. То есть, они, они именно здесь находят себе друзей, с кем пообщаться, то есть, социум какой-то, и, ну, то есть, и для многих это важно, потому что в Москве начинается голод по отношениям, по дружбе, по какой-то. Да, друзья, на самом деле, бывает такое, что действительно, ты идешь по городу, у кого-то что-то просить, многие люди сразу шарохаются, потому что думают, что, ага, сейчас там что-то украдет, обманят, то есть, походите. В душ пошел. Все, пожалуйста. Значит, дальше двигаемся, идут коридоры, 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 и слева и справа от нас большая часть, это как раз-таки комнаты и душевые кабины, то бишь, зоны отдыха там разделены, но основная тусовка, так подозреваю, происходит как раз на кухне, в летнее время это будет как раз терраса, наверняка там народу будет вообще полно. Да. Рядом что есть из серии, то, что можно выйти, может, площадки там, турники, пробежки, наружу, по-любому бегаете у вас? Да, много всего есть, у нас здесь много спортсменов, во-первых, это набережная, по которой бегать, ну, благодать, особенно если мы берем утреннее время, то есть, когда машин не так много. Ты просто выбежал, там, в 6 утра у нас, да, сюда. Короче, жизнь как эта, русский Нью-Йорк, ребята, вот так вот ты выходишь, и, пожалуйста, это вот тоже ваша терраса, которую вы в этом году планируете там, да, работать, чтобы здесь можно было находиться, то есть, вот мы здесь, и вот мы только что были вон там, где весь мусор лежит. Дома строятся, человейники, пожалуйста, все они мне шлют из серии Дмитрия, приезжайте к нам, рекламу про нас снимите, говорю, а вы построились? Я говорю, в 25-м году, значит, не конкретно эти, а другие, я говорю, ага, вот вы, говорю, сначала постройтесь, а потом уже будем разговаривать. Рядом это, как коммерческий, ну, не коммерческий транспорт, то есть, к городу относятся, то есть, на нем прокатиться нельзя? Нет, это именно пожаротушение, по-моему, какое-то, то есть, да и же у них пушки стоят. Короче, шумновато, конечно, соответственно, ну, а что делать? Ну, Москва-река, можно даже отсюда, да, здесь ловят рыбу, я ехал, как бы, я здесь частенько бывает проезжаю, то есть, мужики сидят. Да. Я не знаю, что они там ловят, как она будет пахнуть, эта рыба, ну, потому что все же там, а, нефти наелась, короче, а ты ее на сковорожку. По инфраструктуре, по инфраструктуре буквально за углом, вот за этим зданием, там есть и пятерочки, и кафешечки, ну, буквально вот 300 метров пройти, и какие-то воркаут-площадки. Короче, само по себе место, вот, там, да, Натурик, ты проснулся утром, пошел пробежался. Да. Если ты по спорту, действительно, за здоровый образ жизни. Еще есть с кем пробежать. Да, поработал, не так дорого это поезд. Короче, друзья, подчеркиваю, смотрите сами, мы лишь показываем, как это выглядит. С другой же стороны, конечно, них и на себе терраска, вот так вот здесь газончик застелить, сел. Мы с вами выходим с террасы, начинаем спускаться вниз. Таким образом, мы с тобой прошли, можно сказать, такой круг. Да. С первого этажа на второй, и мы сейчас потихоньку возвращаемся обратно на рецепшн. Верно. Ну, что ты скажешь по поводу этого бизнеса вообще? Расскажи, вот, людям, вот, с точки зрения ведения, как это сложно, не сложно. Вот он, собственно, рецепшн, мы дошли до сюда. Сложно, не сложно, интересно, неинтересно. Каково это? Слушай, сейчас, ну, вообще, все меняется. То есть, если раньше люди, ну, больше пытались владеть, да, то есть, купить квартиру. Мы же понимаем, что сейчас кар-шеринг, да, и это то же самое, это тоже шеринг, то есть, аренда, место проживания. И я думаю, что, в принципе, ниша, она как бы перспективная. И учитывая то, что недвижимость дорожает, 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 она становится все более недоступной, а здесь человек может за 13 тысяч, ну, близко к центру Москвы жить, и перекрывая все базовые потребности свои. Ну, сама история, наверное, она перспективная. Как предпринимателю мне это интересно. То есть, видишь, если бы у меня здесь были каждый день конфликты, нервотрепка и так далее, то, наверное, я бы отказался скорее от этой истории. В принципе, волосы все выпали от этого, от первого года. Вот, а, ну, когда мы уже сформировали какой-то свой контингент, своих гостей, то есть, ну, мне самому приятно слушать, что они говорят, мне приятно видеть, что здесь происходит. И, ну, то есть, это плоды, ну, длительной работы в любом случае. То есть, с 16-го года, вот, уже больше пяти лет прошло. Ну, вот, как твой, вообще, вот, рабочий день построен? Смотри, эта точка у нас на Павелецкой. Раз. У вас есть, как ты говоришь, сырая точка на белорусском вокзале. Прямо в здании белорусского вокзала на третьем этаже. Ну, мы... Там какая площадь? Там 1100 метров. О, 1100. Надо было нам и туда, конечно, съездить. Авиамоторный один из самых, да, первых наших объектов. И ты, короче, курируешь? Циркулирую, да. Каждый день? Ну, стараюсь в неделю хотя бы раз. У нас очень классный состав администраторов. То есть, мы тоже их долго подбирали. И они самодостаточны. Они сами прям могут закрыть многие вопросы. И благодаря этому на каждый объект можно раз в неделю заехать. Сколько денег ты вложил в этот объект? Слушай, это вот все, что мы увидели, да, чтобы оно функционировало, работало. Сколько? Этот объект, он немножко уникальный. То есть, здесь был до этого хостел дерево. И они сделали санузлы и так далее. Уже полегче вам было? Гораздо легче. То есть, раза в два, в три. Здесь 7 миллионов. А если бы этого не было, нужно было бы делать вам все то? Ну, вот мы открывали в 19-м, 20-м году, тысячу метров, 900 метров у нас там было. 15, 15 миллионов туда уже было. Да. Ну, то есть, и представляешь, мы 15 миллионов вложили в 19-м году. Началась пандемия, мы в пандемии, я квартиру продал, чтобы гасить, там, всем все платить. Слушай, Айрат, отсюда вопрос сразу возникает. 15 миллионов это нужно вкинуть, раз. Во-первых, ты где деньги такие взял? Это раз. Во-вторых, вот все задали вопрос. Срок окупаемости. Если мы тебя послушали, что ты говоришь, там, ну, лучший месяц 600, худший месяц, там, 200. Найдем среднее, там, пусть это будет 350. Это одна точка только, 15 миллионов. Сейчас скажут, блабол, попался, поймали мы тебя. Ты расскажи. Слушай, каждый объект уникальный. С 70 годом выйдешь в плюс? Не, по большому счету можно оккупаться лет за пять. Ну, то есть, прям, можно спокойно на это выходить. Каждая точка уникальна. Мы говорили про этот проект. Тот проект, он был 200 капсул. И там доходность тоже была, там, 700 плюс. И, ну, то есть, мы даже там успели половину денег отбить. Ну, то есть, на том проекте. При том, что была пандемия. При том, что нас потом оттуда попросили. Вот. Ну, то есть, в целом, за пять лет можно отбивать. А ты говоришь, мы, это ты и кто еще? Прямо мои родители инвестируют, в том числе, ну, дальше, это мои приятели. То есть, у нас буквально 6-7 человек, ближний круг людей, которым, даже, наверное, больше я помогаю, нежели, там, ну, ну. Короче, они тебе бабки скопленные. Ты их вкидываешь сюда, а потом ты им с процентом, судя по всему. Конечно. Не, потом, потом они просто акционеры. И когда мы отбились, просто ты получаешь, то есть, у нас есть проект на авиамоторный, который открывался по тем временам, по тем стоимостям стройматериалов и так далее. И мы его уже раз в семь обернули. Друзья, делаю еще раз акцент, что для меня интересно было вообще просто посмотреть вот этот быт. Мы с вами снимаем про недвижимость, про жизнь, как люди покупают квартиры и ждут их по 8 лет, а там вот ничего не построено. И говорят, вообще сейчас сносить будем. Мы снимаем, как люди покупают за бешеные деньги, там, 50 квадратов. Мы вот решили сегодня показать такую историю. Напомню, что на канале у нас есть ролик, где мы снимали отдельно апартаменты, там, 18 квадратов можно снимать, двух уровней, которые на картинке смотрятся шикарно, а заходишь, там, вообще развернуться невозможно. Поэтому мы показываем жизненную историю. Как рассказывает Айра, там, с цифрами, с цифрами, у нас нет задачи, я теперь тебе говорю, там, проверить тебя, докажи, не докажи. Кто-то сейчас начнет же пересчитывать, скажет, не совпадает. Это вы вот сами. Можете заедать к ним? Приезжайте и, как говорится, его допрашивайте. Мне это неинтересно. То есть основную картину мы услышали, и этого, на мой взгляд, достаточно. А дальше вы уж там делаете выводы сами. Еще раз говорю, никто вас ни к чему не призывает. Ссылку на тебя в качестве благодарности мы в любом случае оставим. Но у нас был шикарный спонсор этого выпуска, про которого вам не стоит забывать. Мне больше сказать нечего. Здесь, как говорится, не добавить, не убавить. Я думаю, финалочку мы прямо здесь и подведем. Не забывайте, что есть телеграм-канала, есть все социальные сети, которые ждут вас в первом закрепленном комментарии с активными ссылками. Подписывайтесь, ставьте лайк, пишите ваше мнение в комментарии. Я буду стараться радовать вас новыми интересными сюжетами. Поэтому до скорых встреч. Всем пока-пока. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok